Всем привет! Испокон веков люди верили в странных созданий, будто бы населяющих нашу планету. Причем звери менялись от страны к стране. В Европе водились драконы, виверны и единороги. Греция подарила нам Минотавра, Пана и прочих полубогов. Кроме того, существует и целая плеяда мелких, вымышленных, а может быть и нет созданий, в которые верили наши предки. Миф о пушной форели возник у первых американских поселенцев, только что открывших самые холодные места новой страны. Домой они отправляли странные письма, наполненные описанием необычных животных и рыб. Форели тут, мол, так холодно, что она вынуждена отращивать себе мех. Римский историк Плиний Старший описал единорога в своей книге, которая называется «Естественная история». Плиний говорил, будто бы единорог – это жестокое и непримиримое животное, и будто никому не удается захватить его живым. Ягненок, вырастающий будто цветок из земли, есть и такое. История этого высшей степени странного животного может быть прослежена от 436 года нашей эры. О нем писал один из видных толкователей Талмуда – Рабби Йоханнен. Существо Ясконтий появляется во многих христианских текстах и ряде средневековых книг. Сказано, будто массивное морское чудовище настолько огромное, что моряки принимают его за остров. Ясконтий ждет момента, а затем утягивает на дно всю команду. Морской змей был замечен в гавани Глостер, штат Массачуссетс. Первые свидетельства датированы 1638 году, а чаще всего змей показывался в 1819 году. Его видели сотни людей. Легенда о зайцелопе, предположительно это помесь зайца и антилопы, началась с жителя Вайминга Дагласа Гаррика. Он якобы нашел одного необычного зайца мертвым и повесив голову на стену своего магазина. Однако подобный же миф существовал и раньше. В пересидском географическом словаре упоминание об аналогичном животном датировано аж 17 веком. Гигантская обезьяна якобы столкнулась с исследователем Франсуа де Луа в 1920 году, недалеко от реки Тара в Колумбии. Фотографии зверя были опубликованы в 1929 году, несмотря на то, что подавляющее большинство экспертов прямо назвали эту фотографию мистификацией. История драконов преследует человечество уже много веков. Китайский медик Лэй Сяу писал, что из костей зверя можно приготовить универсальное лекарство, которое будет помогать от многих болезней. Пленей старше говорил, будто бы дракон способен задушить хвостом слона, а известный естествоиспытатель 17 века Кирхер и вовсе описал подробные привычки драконов в своей научной работе.